У Казанского федерального университета появился свой эндаумент фонд. Это мало знакомо и для многих слова скрывает за собой целевой капитал университета, который передается в доверительное управление управляющей компании. Его особенность в том, что целевой капитал не может быть использован, кроме как вложение в банки, акции или инвестиции. А значит, университет полноправно сможет иметь доход для своих целей. Здесь важно отметить, что на сегодняшний день ведущие университеты мира уже имеют аналогичные фонды. Теперь Казанский федеральный с уверенностью готов войти в их ряды. Есть обычный фонд, когда делают пожертвования и они расходуются. А эндаумент фонд, сами деньги они не теряются. То есть вот то, что было вложено, после этого, вот 3 миллиона есть, это означает, что все, он может быть запущен. После этого формируются органы управления из тех людей, кто вот сделал эти пожертвования. И после этого они должны в установленный срок, я не ошибаюсь, в течение трех месяцев провести конкурс и выбрать из числа профессиональных лицензированных участников рынка специальную управляющую компанию. И все передать туда, в управление, и она уже будет размещать, то ли на депозитах, то ли в акции. И там тоже есть четкий перечень активов по степени надежности, куда это может быть вложено, чтобы они не сгорели, ну или там недобросовестные какие-то с ними не были сделаны операции. Важно отметить, что проект взял свое начало благодаря выпускникам КФУ, ведь для регистрации эндаумент-фонда по российскому законодательству в фонде должно находиться не менее 3 миллионов рублей. Это условия выпускники Казанского федерального выполнили сполна, внеся в эндаумент-фонд КФУ свои собственные средства. Но почему раньше в России этим не занимались? Попробуем разобраться. Потому что очень нестабильная финансовая ситуация, и какие-то долгосрочные инвестиции делать очень сложно. И в основном, то есть у нас есть благотворительные программы, они связаны на выплату стипендий, поддержку в международной мобильности. Надо сказать, что в этом плане университет работает неплохо. Как нам удалось выяснить, эндаумент – это целевой капитал, предназначенный для использования в некоммерческих целях, преимущественно для финансирования организаций, работающих в сфере образования, медицины, культуры или науки. Мы выпускники, которые гордимся тем, что мы университет закончили. Мы бы хотели и чувствуем в себе силу и возможности этот фонд создать. Так как это по аналогии со всеми студентами и мира, и Российской Федерации, везде инициатива по созданию эндаумент-фонда принадлежала выпускникам. Это такой мастхэв для всех университетов, которые существуют по миру, а тем более Российской Федерации. Чтобы разобраться во всей прелести проекта, заглянем немного в историю. Самым известным эндаумент-фондом является Нобелевский, созданный в конце 19 века. В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, средства, вырученные от продажи его собственности, следовало вложить в надежные ценные бумаги, а премии ученым выдавать с процентов от прибыли. Преимущество благотворительности посредством эндаумент-фонда для получателя средств состоит в том, что обеспечивается стабильный и постоянно растущий источник финансирования приоритетных научных исследований. Так что иметь свой эндаумент-фонд действительно многого стоит. Например, преимуществом для университета эндаумент-фонда является прозрачный характер его деятельности. Схема организации фонда предельно проста. Благотворители передают пожертвования в фонд целевого капитала, которым заведует управляющая компания, определенная конкурсным путем. Целевой капитал никуда не расходуется, используется только доход от вложения капитала, таких как акции и инвестиции. Переданные средства не тратятся сразу, а генерируют доход и финансируют проект на протяжении долгого периода времени. Как это и произошло в свое время с тем же фондом, известный миру как Нобелевский. Скорее всего, работа эндаумент-фонда в КФУ стартанет в апреле 2018 года, сообщают организаторы. Адель Шамилова, Ильдар Каримов, Универньюс.